В этой игре точно победила дружба. Школьники из Благовещенской и Хэйхэ собрались вместе не только поиграть. 120 учеников из соседнего города приехали по программе обмена «Мост дружбы». Китайские дети посмотрели, как учатся благовещенские ребята и рассказали о своих уроках в школах Хэйхэ. У нас обычно 4 урока до обеда с 8 до половины 12. Еще у нас есть уроки после обеда с 2 часов до 16.30. Иногда у нас бывает по два одинаковых урока в один день. Урок физкультуры до обеда и после обеда. Физкультура – один из основных предметов в китайских школах. В обязательную учебную программу входят английский и китайский языки и математика. А вот русский язык не преподают, говорят ученики третьих-четвертых классов. Мне очень нравится физкультура, математика и английский язык. Это очень интересные и познавательные предметы. Мне они очень нравятся. Любимые или нелюбимые предметы школьникам с соседнего берега выбирать не приходится. В отличие от благовещенских учеников, они сдают на итоговом экзамене все дисциплины, оценивают китайских учеников по стобальной системе. Чтобы получить зачет, надо набрать минимум 60. Если у нас будет отрицательный результат, например, 20 баллов, тогда учителя звонят родителям и говорят, что у их ребенка проблемы и надо стараться лучше, подтянуться по учебе. Дети учатся в Китае не по четвертям, а по семестрам. Всего в учебном году их два. Вместо классов в китайских школах группа по 50-60 детей. За партами сидят не по двое, а по одному. У нас школы большие, начиная от двух этажей. Ваши школы немного меньше. Еще мне показалось, что у нас ученики немного приветливее, чем у вас здесь. Общее у российских и китайских школьников тоже есть. Это 10-20-минутные перемены и каникулы. Но в Китае они гораздо короче. Каникулы у нас два раза в году, зимой и летом. Отдыхаем мы всего один месяц. Я на каникулах люблю с друзьями играть. Школьники из Хэйхэ погостили в Благовещенске два дня. Теперь очередь Благовещенских ребят ехать с ответным визитом в Хэйхэ. В четверг почти 130 активных учеников посетят китайские школы на соседнем берегу и посмотрят, что значит грызть гранит науки по-китайски. Елизавета Бедник, Кирилл Захаров, Альфа Новости. Продолжение следует...